Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня поговорим о заболеваниях дёсен. Заболевания зубов и дёсен относятся к тем состояниям, которые могут значительно ухудшить качество жизни человека, а также вызвать серьезные нарушения работы внутренних органов организма. Болезнетворная микрофлора не щадит как зубы, так и дёсна. Парадонтит – более опасное заболевание, нежели чем кариес, так как можно потерять здоровые зубы. Выделяют следующие виды заболевания дёсен. Первое – это генгивит, воспаление десны. Второе – парадонтит. Это воспаление не только десны и связки зуба, но и костной ткани, окружающей зуб. Парадонтит имеет три степени – легкая степень, средняя и тяжелая. Признаки генгивита Синюшно-красная десна Отек и кровоточивость Запах изо рта Боль, зуд, жжение в дёснах Самая распространенная причина заболевания дёсен – это зубные отложения. В зубном налёте находится большое количество патологических микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых поддерживают и усугубляют течение воспаления. Также зубной налёт, превращаясь в камень, служит механическим раздражителем. Он давит на десну и приводит к её рецессии. Также воспаление десны может служить признаком многочисленных заболеваний в организме, например, гормональных нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сосудистых проблем. Вредные привычки, такие как курение, также пагубно влияют на здоровье дёсен. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и переходит в парадонтит. Признаки парадонтита в зависимости от стадии. Кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта, боль в дёснах, оголение корней и зубов, повышенная чувствительность зубов, зубодесневые карманы, подвижность зубов. Практически каждый пациент имеет заболевание дёсен. Парадонтит более коварное заболевание, чем кариес. Парадонтит может никак не проявлять себя долгие годы и выявляться только на стоматологическом осмотре. Парадонтитом болеют даже в молодом возрасте. Парадонтит – это хроническое заболевание. Излечиться от него полностью нельзя. Можно лишь добиться стойкой ремиссии. Парадонтит может сигнализировать о скрытом сахарном диабете. Лечение заболеваний парадонта складывается из следующих этапов. Первый этап – устранение общих факторов, провоцирующих заболевание. Сюда входит обязательная профилактическая чистка зубов, обучение ежедневной гигиене и подбор средств для её проведения, санация полости рта, шинирование зубов при их подвижности, ортопедическое лечение, если есть отсутствующие зубы. Второй этап – устранение воспалительного процесса. Сюда относят назначение антимикробных средств местного и общего действия, а также физиотерапевтические процедуры. Третий этап – устранение зубодесневых карманов. Это хирургическое лечение, которое включает критаж карманов, установку мембран, пересадку лоскутов. Четвертый этап – восстановительный период. Включает назначение препаратов для регенерации тканей десны, плазмолифтинг. Пациенты с заболеванием десен должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении у врача-стоматолога и проводить регулярную профилактическую гигиену. Спасибо большое за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы вас ждем в нашей клинике! Продолжение следует...